доброго здоровьи уважаемые посетители канала на основе комментарии сергея матвиенко я решил сделать этот видосик он будет да не все у меня важные но этот будет супер важный но прежде чем мы приступим непосредственно комментарием сергея матвиенко я сделаю небольшое вступление чтобы найти было как-то понятно вот есть лечение человек заболел он заболел что чё ну вот вот так вот заболевали в больницу там врач выписывает лекарства то есть все делает и так далее и якобы там все это там как-то как-то лечится то есть процесс лечения пошел грубо говоря ангина даются антибиотики значит грубо говоря там запор даются там еще какие-то лекарства гипертония сахарный диабет и и всю хурту бурду которую вы знаете вот из всех этих заболеваний вот на каждую болячку имеется грубо говоря свое лекарство но при этом упускается самое главное а для того чтобы понять вот это вот самое главное что все это в некоторой степени бесполезно вот эти все дайте лекарств вот этот и даже где-то там процедуры вот этот вот все это они вот как-то не действует и в результате болезни превращается в хронический так вот прежде чем приступать значит к комментариям сергея матвенко вот такое введение хитрое вот смотрите мы посадили какое-то растение семечку там раз допустим деревца посадили почва хорошая климат хороший дожди идут вовремя и деревца раз растет 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 мы видим все хорошо нормально никто ему не мешает все его питает и тогда теперь же смотрите а если почва не хорошая а если дожди идут не так как хотелось а если солнышко мало то растение вроде бы семечка здорово было а растение получается каким-то чахло вот она чаха все и вроде как начиная что-то там ему там делать она как было чахло примерно так она и останется то есть если почва почва обеднена если чего-то там не хватает то даже внесение вот всех этих вещей не повлияет так как бы нам хотелось теперь мы берем с вами человека очень важно понимать что мы с вами представляем вот такое образование которое состоит из воды и разного рода ткани и вот все что мы едим с вами считая что это должно быть полезное оказывается оказывается для того чтобы урожай был значит используется разного рода удобрения и накапливает продукты питания накапливают все эти там удобрения какие-то там допустим ага чтобы от защититься от разного рода паразитов тоже что-то дают гербициды тоже накапливают и прочее 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 и получается что в данный момент практически все продукты практически все продукты мясные крахмалисты овощные они наполнил вот этой ерунды плюс еще что нас машины ездят пыль в различной и прочее 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 то есть все это попадая в организм попадая в организм который имеет водную среду который имеет вот это различные мембраны клетки межклеточное пространство и прочее 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 он потихонечку это все накапливает из года в год у кого-то больше у кого-то меньше и получается в дальнейшем как вот это вот растенится он начинает чахнуть он начинает чахнуть в результате образуется то или иное будет какое-то там заболевание мы идем туда нам говорят а у вас вот такая-то там отклонение такое-то там болезнь такое-то такое-то значит вам надо то-то 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 принять мы там применяем вроде может быть и как-то полегчало а потом все равно чё-то чё-то не то и тут получается а вот я вроде бы пришел лечиться как появится в песне лечить так лечить а чё-то лечение не получается какой-то вот вот какое оно должно быть лечение на самом деле какое оно должно быть для того чтобы человек действительно стал здоровым и вот теперь там мы с вами пометуя о деревце о семечке посаженной в неблагоприятную среду и сейчас будем читать как раз письмецо это комментарии с и как бы сказать сопоставлять а что ж надо сделать что на практике вот знаете что это было как-то наглядно потому что уколы таблетки прочее прочее что-то делается да что-то там такое а вот существуют ли методы которые показывают наглядность и когда увидишь наглядность допустим а да смотри дал там у тебя столько накопилось а так и как это все может нормально работать если у тебя организм переполнен разного рода ненужными веществами то есть мысль какая их надо просто-напросто удалить нежели что-то набрасывать и пытаясь знаете скорректировать и она тогда все само ну и теперь вот начнем вот что сережа матриенко пишет я так сказать то что я нашел то я и буду читать значит петрович я смотрю многих участников youtube а пропагандирующих здоровый образ жизни но ваша концепция мне кажется наиболее сбалансированной и наиболее жизнеспособны мне так подсказывает интуиция один преподаватель вуза мне сказал что интуиция у меня наиболее развита чем другие чувства то есть этот человек образованный серджио да образованный вот вроде как вроде как я вам толкую о том что для того чтобы организм был здоров прежде всего надо понять что с ним произошло и как правило вот там аллергии какие-то бывают астма еще там и прочее 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 какие-то боли и неясные вещи это все следствие зашлаковки организма потихонечку не спеша вот это все что мы применяем все это в какой-то мере откладывается я не зря в книжке своей по питанию там привел такие грубо говоря данные что за год за год или там за всю жизнь человек пропускает огромное количество через себя воды и продуктов питания и если в продуктах питания содержится знаете какие-то минимальные безвредные ну грубо говоря осколки от удобрений осколки от антибиотиков осколки от если мы рассматриваем значит мясо это стимуляторы для роста животных и так далее так далее так далее осколки но этот поток течение жизни складывается в огромные цифры и в конце концов естественно приходим к тому что человек на наполнен его организм в жидкие среды наполнены переполнены разного рода ерундой которая мешает жить и ем желательно бы удалить ну мы читаем дальше читаем дальше здравствуйте петрович вчера частично читал голодание интересно и полезно чем больше изучать тем больше понимаешь информация которую вы рассказывает она очень ценна и слушаю вас сейчас все внимательнее запомним это то есть у человека начинается некие как бы сказать подвижки в сознании сегодня восьмой день когда я отказался от мяса хлеба сладкого хочу так прожить всю зиму потому что очень боюсь все роли когда я всегда болею я не знаю сколько ему лет но это тоже знаете когда человек регулярно зимой начинает болеть и он уже начинает бояться этого а почему болеть кстати про полевые формы жизни мне очень нравится тем более что это соответствует действительности про желудок и поджелудочную самую точку меня все то что вы рассказали то есть у человека по какой-то причине значит болеть желудок и болит поджелудочная февраль знаете если мы немножечко разбираемся в биоритмологии то пищеварительные органы это органы связаны можно так сказать с огненной тепловой энергии естественно у нас январь февраль самое холодное время года когда энергетики из космоса в организм поступает недостаточно и функция пищеварения начинает страдать улавливать но не у всех у меня например особенно страдает почему дальше посмотрим по поводу психосоматики не все белгородские врачи говорили что моя температура а 37 и 2 связано с психосоматикой психосоматик но когда я обратился в институт имени сеченова издал там анализы так оказалось все это связано с хроническим токсоплазмозом в стадии обострения сейчас прохожу курс антибиотиков с другими препаратами так может не стоит психосоматика оставить во голову угла я считаю так как написано значит смотрите психосоматика есть психосоматика но если вам вот так вот объяснили что объяснили на отвали сережа да отвали ты со своими вопросами температура 37 2 зачем ты тут нам нужен думает что что с тебя можно взять то есть профессия врач подразумевает что ты на этом деле зарабатываешь ну как нибудь те жить-то врачу надо семью кормить надо вот а таких сереж ген лен мен и так далее вот так вот и их просто отфутболили так вот теперь если у вас имеется ненормальная то есть повышенная слегка повышенная температура которая так называется у врачей субфибрильная знаете такое название субфибрильная это говорит о том что у вас в организме имеется какой-то очаг воспаления то есть идет воспаление то есть либо организм борется с разного рода в любом случае борется с паразитами так далее и вот оказывается с хроническим таксоплазмозом в стадии обострения то есть когда организм пытается избавиться от этих таксоплазов таксоплазмозов или как-то ну короче вот этой вот паразитарной мелкой паразитарной ерунды он естественно пытается подъемом температуры это решить вещи но тут вопрос ставится значит еще так а где ж вы этот таксоплазмоз заработали где вы там были где вы его так сказать подцепили и почему он к вам подцепился опять мы переносимся к зернышку к растению если мы вокруг растения создадим свалку там естественно появится разного рода насекомые грызуны и прочее 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 которые которые начнут и и само растение подтачивать то есть человек вот отбросил все чем он занимался и не понимая что вот то прежняя это вся эта жизнь она привела естественно к тому что создалась такая обстановка в организме в которой благоприятно начал размножаться вот этот таксоплазмоз естественно значит надо с ним бороться вот наши бороться антибиотиками ну хорошо антибиотиками ла пока ничего не будем говорить на эту тему далее пишет малахов геннадий теперь же понятно только стало это понятно когда здоровье сказала прощай у дочки высокий какой-то и г е 563 при норме 100 паразитарное поражение я не знаю что это такое поэтому я это не буду никак комментировать дальше мы значит читаем комментарии сережа петрович нам никто не говорил что здоровье надо строить его надо поддерживать естественно можно и строить это очень интересная мысль прежде всего если вы сравниваете свое здоровье с домом чтобы вам удобно было в нем жить этот дом должен быть красивый проветриваться никакой пыли и мусора там не должно быть представляете вы живете в комнатах своего дома где полы гнилые где какой-то запах стоит где еще что-то кошмар вот мы так даже знаете вот так вот если взять вы садитесь в такси а в такси ехал там пассажир или сам водитель который там курит такси прокурено прокурено вам неприятно вы задыхаетесь такой-то ход поступает со своим здоровьем со своим организмом не заботиться о нем прокурили мусора набросали так далее так далее особенно когда запоры у человека есть это все равно что где-то тут в комнате в комнате у него есть отхожее место которое он валух сходил кучку навалил и дальше тут сидит что-то там делает жует или телевизор смотрит представляете чтобы так немножко понимали что это такое вот нас никто не учил что здоровье надо строить кушать надо три раза в день ну да ясно понятно это знаете вот эти вот рекомендации были тогда когда еще земля особо не удобрялась пищевая промышленность работала на естественных продуктах ничего там значит никакой химии не вносилась продукты не не вносились вещества которые улучшают их внешний вид сохраняет их срок пользования сохранения и прочее прочее прочего тогда этого не было а сейчас этого огромное количество и чем туда не дальше тем все больше и больше значит нам говорили что кушать надо три раза в день и продукты при этом должны быть максимально рафинированными и несочетаемые макароны и котлеты ну так вот а почему максимально рафинированы уже уже пришли давным-давно к выводу в том что продукты должны быть цельны я часто рассказываю про про зерно смотрите смотрите вот это вот зерно в зерне есть самая ценная часть это зародыш где там все витамины и так далее оказывается и и выбрасывают она нам нужно в зерне есть оболочка которая нужна для того чтобы работал наш кишечник нормально такое что из оболочки усваивается и естественно есть крахмал так вот это все нужно где содержится микроэлементы здесь здесь содержится витамины все это выбрасывается и нам дается один крахмал на котором мы жареем и потом удивляемся почему мы все такие толстые большинство из нас и и нездоровые далее он пишет петрович кто заинтересован в том чтобы нация была максимально больна кто проводит этот пищевой терроризм а знаете никто не проводит проводит коммерция вот это вот коммерция погоня за разного рода знаете дешевизна и за всем за всем за всем как бы сказать заставляет коммерция и значит вот это вот конкуренция поля удобрять потому что если вы не удобрили поле она не даст такого урожая если вы туда не вне не везли гербициды значит ее сажали какие-то там вредители далее мы берем видите тот кто естественно посадил он может просто напросто прогореть тем более кто там будет это вот сейчас мы расскажем а кто там будет интересоваться захимиченное то поле было значит вносились ли вот эти инсекцины которые там от вредителей и прочее прочее да и и было ли еще зерно изменено генетически генномодифицированное так далее для того чтобы она или больше было или еще какое-то все это все это при поедании естественно будет в нашем организме и так или иначе подействует подействует сто процентов и получается что вот вот эти вот люди занимаются в связи с этой конкуренции вот такими вот вещами чтобы процветать и при этом не понимают что действительно оказывается что нация может и выродиться народ может выродиться из-за таких вот вещей которые делаются так далее пишет петрович ваша система оздоровления нравится больше всего считаясь читаю про голодание вашу книгу хорошо про голодание постарался собрать написать и сделать так чтобы посыл был такой чтобы моя книга по голоданию как и все остальные была не хуже лучших книг на эту тему вот вот такой посыл а там уж она лучше или там хуже или еще как то это вы уже сами оцените дальше уважаемый геннадий петрович сейчас идет ага пятый день голодания по вашей книге голодание 97 года сейчас нахожусь на 173 странице голодаю и читаю вероятно ответ есть в вашей книге но я еще не нашел а ответ хочется узнать сейчас подскажите почему после клизмы плохо входит в плохо сходит вода из-за кишечника особенно с проблемных болезненных мест при пальпации переливается и журчит то есть в конце концов значит информация заложенная в книгах сработала на то чтобы человек как-то пришел к такому пониманию что не столько надо лечить свой организм сколько очистить его от накоплений прежними прежних лет от неправильного питания то да 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 то есть вот вот так вот у нас работала да я думаю отсылаю вас книги почему она плохо там сходит и так далее все нормально там сходит как надо значит организм сам держит воду для того чтобы что-то там сделать дальше начались пятые сутки голодания пол второго ночи что я вашу книгу голодание сон не идет внутри чувствуется большая напряженность которая не дает заснуть пятые сутки голодания значит смотрите что тут происходит вообще когда человек первый раз голодает значит вот смотрите вот это вот идет пищевое возбуждение организм не понимает что вы с ним хотите сделать и он естественно привык питаться он ищет вот эту вот как бы сказать пищу и внутри идет вот это пищевое возбуждение которое надо преодолеть путем волевого усилия то есть организму объяснить самому себе успокоить это да все более-менее будет нормально то есть и существует своеобразная психологическая подготовка перед голоданием настройка и во время голодания чтобы вы понимали что происходит и как этот процесс погасить и вот как правило вот вот тут как раз и описываются же не дает заснуть идет вот это вот возбуждение которое через некоторое время должно смениться торможение но пока она идет утром идти на холодную улицу работает там пять часов по поводу полевой жизни очень точно в голове как будто программа как который чего-то ждет и не позволяет спать как будто есть незавершенное дело но может быть и незавершенное дело но это связано вот с тем что я вам сказал объяснил после купания в холодной воде вчера заснул хотя тело тянуло судорогами и часто просыпался в туалет а вот не надо бы не надо бы на голодании голодание купаться в холодной воде на это дополнительно будет вас возбуждать холодная вода возбуждает вам не надо этого наоборот если вы в теплой воде искупались приняли расслабляющую ванну вот лучше всего в ванну прогревающую тогда лучше было сегодня и заснуть не могу естественно и заснуть не может завтра точнее уже сегодня вечером поеду в купель кажется на хрена вам купель получается холодная вода хорошо снимает напряженность поле не снимает она напряженность поле она не снимает она действует несколько по-другому и на голоде на голоде желательно это не использовать я несколько объяснял почему но сейчас не буду чтоб не уходить от канвы приствовали так посмотрю ваше видео где вы голодайте с эдуардом сам голодая 5 день то есть это вот как раз для того чтобы вы понимали и практически видели одно дело я вам сейчас рассказываю другое дело я написал книги и третье дело значит вот еще вы видите сам процесс в котором объясняется вот как эдуард голодал 27 суток что там выходило так далее так далее так далее все это вот затеяло с этой целью есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит и Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сын внешний, наливай бакал с карди, загадай свое желание и подзвонку ром-попе. Снова детство к нам вернулось, он подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам, и спи, дружок, и спи, дружок, и спи, дружок, и спи, дружок, и спи, дружок. Снова детство к нам, и спи, дружок, и спи, дружок, и спи, дружок, и спи. Снова детство к нам, и спи.